Как защититься от массовых манипуляций? Дело в том, что человек – существо социальное. Нам свойственно придерживаться мнению большинства. К меньшинству мы относимся с неким недоверием или даже иногда презрением. В нашем опыте есть такие сумасшедшие, которые тоже находятся в меньшинстве. И это несмотря на то, что есть противоречащие этому идее, что умных людей всегда меньше. Но мы сейчас говорим не об этом. Мы склонны к тому, чтобы соглашаться с мнением большинства людей. И один из достаточно сильных методов манипулирования массами – это статистика. Да, совершенно верно. Статистика. Дело в том, что когда человек сталкивается со статистикой, он обращает внимание, естественно, на то, что является большей частью этой статистики. Например, смотрите, есть такая игра «Как стать миллионером». В ней есть одна из подсказок. Она достаточно абсурдна с точки зрения экспертов. Это помощь зала. Потому что мы понятия не имеем, кто сидит в этом зале, что это за люди, какое у них образование, насколько они подкованы в той области, в отношении которой звучит вопрос. Но игроки, в конце концов, все равно пользуются этой подсказкой. Чаще всего доверяют залу и очень часто совершают при этом ошибку. Потом использование статистики очень интересно в предвыборных кампаниях. Например, перед тем, как происходят выборы, выходит какая-то дополнительная статистика в отношении того, у кого какие рейтинги. И когда мы видим, что, допустим, большинство людей голосуют за некого кандидата X, а мы находимся в сомнении, за того или за этого, мы думаем, ну ладно, раз большинство думает, что за него надо голосовать, значит и я пойду за него голосовать. Используется хорошо в рекламе, когда есть какая-то статистика в отношении того, какой из продуктов, например, находится на высоком уровне доверия. Например, есть такая передача «Контрольная закупка», в которой первый тур тоже является результатом статистики. В магазинах, например, когда мы ходим и видим, допустим, такую эмблему «Топ продаж», то есть самый продаваемый товар, мы опять же берем и покупаем. И это, естественно, манипуляция. На самом деле это может быть не топом продаж. На самом деле этот продукт может быть не самым лучшим. И на самом деле этот кандидат может быть не самым достойным. Поэтому, какой выход? Естественно, нужно иметь голову на плечах. То есть, если вы собираетесь что-то купить, вы в магазине, обратите внимание на то, какой состав этого продукта. Возьмите, попробуйте, сравните с каким-то другим. То есть, пользоваться статистикой, конечно, можно, но мы никогда не знаем, когда эта статистика верная и является действительно результатом исследования. А когда эта статистика просто является некой манипуляцией. Продолжение следует... Продолжение следует...